Сегодня мы хотели бы обсудить такие интересные темы, как борьба за ресурсы, объясняющая человеческую жадность и являющаяся главным мотиватором, пожалуй, цивилизации на протяжении всего ее существования. А из этого вытекающий инстинкт продолжения рода, назойливое половое влечение и желание во что бы то ни стало завладеть ресурсами и оставить свое потомство на земле. Из этого проистекает тема родительского инстинкта, когда это потомство рождается, и хотели бы обсудить гиперопеку. И, наконец, поговорить о самопожертвовании и взаимопомощи, как второй стороне, обратной стороне той же медали. Необходимой, опять же, для выживания рода, дабы самцы не перебили всех остальных детей, кроме своих, и, в конце концов, не погибли бы сами. Вот такой интересный баланс нашей цивилизации я нарисовал. Что можете сказать по этому поводу, Никита? У меня ваш орнамент вот этих тем сегодняшних, он, в принципе, задает какую-то тематику разговора, который в философии часто приурочивают к такому направлению, как философия жизни. Философия жизни – это Ницше, это Анри Бергсон, Дильтей. Вот тема их разговоров и некоторые концепты, которые они вводили и пользовались в своей философии, они были объяснительными для тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, например, один из самых известных концептов Ницше – это воля к власти. И этот концепт вытекает из-за представления о воле у Шопенгауэра и также этим концептом уже в своих трактовках пользовались те философами, которыми я назвал. В чем суть вот этого концепта? Я, в частности, хочу на Ницше указать и на Анри Бергсона. Воля к власти, конечно же, не нужно это понимать вульгарно, как воля к политической власти, где с течением времени растет количество людей, жизнь которых зависит от твоих собственных решений. Это не так. Воля к власти – здесь ключевое слово воля, а не власть. Вот что такое воля? Есть, например, мы вот говорили в прошлый раз об эмоциях, о разуме, как о руководящих принципах нашей жизни, но в философии также часто говорят о воле. Воля – это такая активная, скажем так, энергия, которая заставляет нас изнутри оставлять собственные следы на жизни. И не просто оставить собственный след, как бы отпечатать себя в мире, но и попытаться оставить как можно больше собственных отпечатков. И воля к власти – это воля распылить себя в мире и распылить больше, чем кто-либо еще. Ну, извините, я бы сказал, не распылить, а навязать свою волю, подчинить своему контролю. Распылить – это как раз не волевое действие, а действие наоборот, самопожертвования и прочее. Да, да, это тоже, но здесь воля, знаете, понимается в смысле… в каком смысле распылить? Можно, конечно, подобрать другое слово. Я попробую передать эту мысль так. Воля к власти и вот эта вот жадность и борьба за ресурсы в том числе, и то, о чем мы говорим, к этому все относятся. Это такой процесс, когда объем своего «я» перетекает в мир, и когда мы становимся… когда мы мир себе подчиняем, да, и когда мы можем сознавать сами себя, когда границы нашего самосознания растут. Когда… вот, например, Андрей Бергсон тот же, он приводил пример, что он говорил о том, что все живое подчинено вот этой воле к власти. Даже цветы, например, они же стремятся к тому, чтобы вырасти, затем в течение жизни распространиться, как вид. Ну, и сейчас, конечно, вирус, он тоже занимается вот определенной волей к власти, он распространяет самого себя и все живое, вот это вот стремление оставить свое потомство. Или когда мы уже говорим о сознании, когда мы говорим о человеке, мы уже рациональным способом или чувственным пытаемся какие-то ресурсы присоединить… То есть, если вы уже так говорите о вирусе, то, можно сказать, у воды есть воля к власти, она пытается заполнить все низины. То есть, в том степени, в какой вода является организмом, а не механизмом. Вирус не считается организмом, он не может существовать вне клетки. Вне клетки он является, по сути дела, конгломератом белка, ТНК или РНК. Он не функционирует вне клетки. Да. Тут самый цимизм в том, что он и не функционирует как механизм, как часы, как совокупность шестерена, которая обеспечивает его существование. У него же все-таки есть определенные стадии жизни. Он способен родиться, он способен умереть. И здесь это важно. И вот в промежутке между тем, как он способен родиться и как он умереть, он стремится расширить собственное существование. Ну и говоря уже о людях, я хотел сказать, что у нас уже есть сознание, у нас есть разум, мы уже на каком-то сознательном уровне контролируем эти процессы. И опять же здесь наша способность к рациональному взаимоподчиняется с волей, и мы боремся за ресурсы уже в другой плоскости, нежели чем это происходит в органическом мире животных и всего того, что состоит из у чего есть генетический код. Что такое жадность, например? Жадность – это следствие рационального сухого подсчета оставить некоторые ресурсы себе в угоду другому. Хотя мне еще здесь пришла мысль о том, что я, честно говоря, не помню, как называется это явление в этнографии среди коренных народов, я, может быть, сейчас помню по ходу разговора, но интересно, как дарение и соревнования в дарении как противоположность жадности являются попыткой занять какое-то более иерархичное положение в своем роде. Ведь у многих первобытных племен и сейчас у некоторых малочисленных племен, которые живут не в цивилизации, распространена эта практика. Они пытаются передарить друг друга, эта практика также выливается и в нашу культуру, ведь часто даже среди семей, например, каждый день рождения мы пытаемся перешегулять друг друга подарками, но в это же время мы можем что-то и зажать, что говорится. Где покоится вот это вот… Ведь не в самих же ресурсах должно покоиться представление о том, что нужно дарить, а что нужно оставить. Вот как вы считаете, где вот это вот представление вот может покоиться? Зависит ли это все-таки от самого ресурса или от знания об этом ресурсе, о возможностях его овладевания? Я предлагаю рассматривать с точки зрения функциональности системы. Если у системы очевидное целеполагание находиться в балансе, в гармонии с окружающим миром и продолжать существовать, то было бы ей выгодно, чтобы ресурсы распределялись равномерно, по мере потребности, никем не задерживались, чтобы борьба за них отсутствовала, а было добровольное перераспределение ресурсов. Примером может служить организм. Организм здоровый. Ему не свойственно, чтобы его части боролись за ресурсы и, как вот скажем в человеческом опыте, чтобы один орган накапливал 99% всех ресурсов, а все остальное тело страдало от голода и бучилось. Поэтому наш организм, он более или менее функционирует нормально. На втором уровне мы можем взять, скажем, муравейники или других социальных животных, пчелы, которые тоже как бы союзно сотрудничают и действуют как единый организм. Также мы можем перейти и к животным сообществам, которые живут совместно. А для них не свойственны личные запасы ни для обезьян, ни для скота. То есть все имеют равный доступ к находящемуся ресурсу. Когда ресурс исчерпан, то все страдают, но при этом нет такого, что здоровый бык прогоняет всех с сочной травы, не допускает и говорит, нет, это буду есть я. Ну, обезьян, конечно, они ближе к нам, поэтому могут быть различные искажения. То есть какие-то, что альфа-самец будет кушать первым, что он может отгонять других и так далее. Но если мы говорим о системе, то в хорошо функционирующей системе не должно быть борьбы за ресурсы. Должна быть взаимное добровольное перераспределение ресурсов. Вот, допустим, возьмем нас, да, то есть я вот могу относиться к вам как к сыну. Вот какие у вас есть потребности, я буду беспокоиться, где вы живете, что вам не хватает денег, что вы кушаете, а вы будете относиться ко мне как к отцу. Какие у меня там переживания, какие у меня заботы и так далее. Если каждый из нас начнет относиться к тому, кто попадается нам на глаза таким образом, то будет происходить наирациональнейшее распределение ресурсов. То, что вы привели пример, вот это соревнование в дарении, это идиотизм, это растрачивание этих самых ресурсов напрасно, никчемно, не нужно. И это просто вот какое-то, ну, я бы даже сказал, животное стремление выпечить свою гордыню. То есть медведи пытаются казаться выше, а мы таким образом, я бы даже сказал, в этом есть некая агрессия. То есть я тебе подарил часы, ты мне подарил машину, я тебе подарил самолет, ты мне подарил дачу, и это никак не может остановиться. В конечном итоге мы друг друга убьем из-за того, что все деньги потратили на подарки. Вот это абсолютный идиотизм, безусловно, для системы. Поэтому мы говорим о функциональности системы. И исходя из этого мы можем сказать о человечестве современном две вещи. С одной стороны, у нас гораздо лучше обстоят дела с перевоспределением ресурсов. То есть сейчас в цивилизованных странах трудно себе представить, чтобы было допущено, чтобы целые группы населения умирали с голоду и не были обеспечены базисными вещами. Хотя это базисное обеспечение, оно очень-очень скромное, надо сказать. Ну, я могу судить по разным, так сказать, параметрам, но оно весьма скромное. В других странах это перевоспределение в менее высоком уровне. Однако там могут существовать кланы, которые через семейные связи будут перераспределять это. Так же, как в Средневековье существовали вассалы, существовали лендлорды, то есть какие-то герцоги или владельцы земли. И у них существовала, так сказать, большая свита, их же рать, их же армия, которая у них кормилась. Денег у них особо не было, золота у них не было, обмен у них стоял плохо, еду хранить было особо негде, особенно мясо, поэтому было выгодно всем столоваться вместе, поэтому вот и были эти рыцарские холлы. Это я вычитал у Адама Смита в свое время, как раз в его работе, самой известной работе о деньгах, о национальных богатствах и вот прочих вещах. То есть, с одной стороны, наше общество все-таки не такое дикое и идиотское, как можно было бы подумать, особенно взяв, скажем, времена еще совсем недавние, когда государство не считало себя должным особенно заботиться о том, что происходит, а в монархических системах вообще считалось, ну ты смерть, ну и подыхай с голодом, с голоду, и причем смерть совершенно был согласен с этим подходом. Да, я смерть, да, вот я тут, если смогу украсть, вот как Австралию населяли, то есть кто-то украл овцу, его за это ссылают в душном трюме в Австралию, половину людей гибнет, в Австралии там полный этот самый, кругом эти дикие племена и прочее. То есть совершенно несопоставимые вещи, да. Если сейчас вы украдете овцу, но в цивилизованной стране на первый раз вас даже не посадят в тюрьму. В худшем случае, в худшем случае вам останется какая-то запись, что вы это совершили. А в лучшем вообще возьмут с вас подписку, что больше так не надо и ничего не будет. Вот, ну может быть тогда овцы были более ценные, не знаю, или люди плохо понимали. Трудно сказать, может быть наказание было соответственным. Но в принципе разумный подход – это попытка помочь системе существовать. И такие люди существуют. То есть они смотрят и думают, вот я не куплю у этого человека, который мне предлагает что-то купить. И так будут поступать все. И когда я захочу что-то продать, у меня тоже не купят. Поэтому я пытаюсь, скажем, и многие, ну не многие, некоторые, разумно подходящие к этому вопросу, как можно больше отвечать на любые предложения общества, да, чтобы системы работали. То есть на любые предложения стараться, если они не слишком дорогостоящие. Не потому что это мне нужно, а потому что в моем представлении я таким образом стимулирую развитие системы. И это то, что я бы хотел, если бы я обращался с каким-то предложением к кому-то. То есть вот у меня такой взгляд на вещи. И да, когда ко мне попадается человек на глаза, то я начинаю как бы в силу своих способностей думать о нем как о ком-то, кому я должен обеспечить необходимый уровень жизни. Если у меня не хватает средств, то я пытаюсь каким-то образом его вовлечь в какую-то деятельность, вот. Если он находится в очень тяжелом положении, я привлекаю множество людей, я могу дать объявление о помощи. И многократно нам удавалось и спасать жизни, и помогать людям. Вопрос, что они неблагодарны, не имеет никакого значения. Я это делаю не для того, чтобы получить от них благодарность. Я это делаю именно вот из этого понимания, что я часть некой функционирующей системы человечества. И такой принцип поведения соответствует моей философии, что каждая часть этой системы, будучи разумной, должна заботиться о гармонии и балансе системы. Но если хотите, как бы я человек коммунист. Вот тот образ, которого хотели воспитать коммунисты, который бы не стал брать чрезмерно и давал бы столько, сколько мог. Это была бы идеальная основа для общества, в котором бы ресурсы распределялись совершенно спокойно. Я строил такие системы. В 19 лет я попал в Кибуц, в Израиле, где был реальный коммунизм, то есть все было бесплатно практически. И я мог наблюдать, как люди живут, и для них вот это вот беспокойство о деньгах, о ресурсах, оно совершенно уходит на сотый план, его практически нет. И они могут наполнять свою жизнь чем бы то ни было другим. Любовью, отношениями, ну кто чем. Достаточно приятная и беззаботная жизнь. Вот. И, видимо, это подействовало на меня серьезно. И после этого я всегда строил системы, похожие на такие. Когда у меня в доме был приют, то же самое. Все ресурсы были свободны. Каждый мог взять все, что он хотел. Если нам что-то не хватало, значит, мы это доставали или просили других людей. Люди нам помогали. Мы использовали именно вот их потребность такую же, как похоже на мою потребность. То есть вот стараться, чтобы в нашей системе все было исправно. Чтобы не было голодных, чтобы не было раздетых, не было невылеченных. И, в принципе, эти тенденции, они существуют. И они достаточно сильные. И на них построено цивилизованное общество. Не всюду это общество может функционировать хорошо. Но задатки этого общества существуют практически во всех конституциях, всех стран современных практически. Поэтому я хочу сказать, что скопление ресурсов, не распределение их, а вот это вот стремление к бесконечному богатству. Я это тоже переживал, этот момент, в какое-то время. То есть когда я приехал в Канаду, я этим заразился, глядя на других. И я купил очень большой дом, который потом и стал приютом, трехэтажным, в котором я смог разместить потом 14 комнат. Я построил роскошный бассейн, оградил ту территорию, которую смог огромным забором железным. Но не от людей, скорее, а от медведей и от волков. Хотя территория была гораздо больше, в больших участках леса. У меня было пять машин, у меня был итальянский повар, у меня была прислуга. Был ли я счастлив тогда? Нет, не был. Я все время думал, что я потребляю столько ресурсов, сколько моя семья, сколько хватило бы на десяток деревень в какой-нибудь Африке. Я начал помогать африканцам, но это было недостаточно. И вот исходя, пожалуй, из своих философских соображений, рано или поздно я разделил все эти ресурсы с очень большим числом людей. Я практически все всем раздал. И если мы посмотрим на блестящие умы современности, Илон Маск – прекрасный пример. У него чуть ли не целый район был дорогущих домов. Он там организовал школу для своих детей, еще чего-то. То есть он шел похожим путем, только мегапутем, пытаясь создать вот эту структуру. Сейчас он продал практически все дома. Он купил на свою компанию в Техасе малюсенький раскладной домик, который собирается за один день за 50 тысяч долларов, что это очень дешево. И живет в нем. Такой вот домик будущего, в котором все портативно. И вот он там живет, рядом со своими ракетами любимыми, и занимается любимыми делами. И в этом он как бы подает очень интересный пример, что все эти залы, которые я строил, потом я там сделал церковь, эти все бассейны, вся эта роскошь – это совершенно бессмысленное расточительство этих ресурсов. Реально, если бы на этих ресурсах мы могли бы выжить и прожить, и, так сказать, не скурвиться душой большому количеству людей, потому что люди, когда их обижают, они становятся не очень хорошими потом. и мстят за это всю жизнь. Вот. Собственно, мне кажется, что это прекрасный пример, что даже люди, владеющие миллиардами, они склоняются к мысли того, что… как бы к минимализму. Вот эта вот гонка, вот эта вот попытка создания своих дворцов, она безумна и совершенно неоправданна. Вот. А это то, что касается жадности. Хотите что-то добавить об этом? Ну, хотел сказать, что интересно получилось, как мы от проблемы личного вернулись к проблеме социополитического, и в уже контексте вот этого социополитического вернулись обратно к проблеме личного, но в гораздо более объемном рассмотрении. Мне еще кажется, я еще хотел добавить в вашей части, когда вы и упоминали те государства и те периоды, когда не было такого состояния, как сейчас, когда, в принципе, каждый человек в телевизованном государстве, я согласен, может получить минимальное количество ресурсов, и вы даже упомянули мыслителя Адама Смита, мне здесь все это привело к меня к тому, что я впал в мысль современника Адама Смита, Томаса Гоббса и естественного договора. Мне кажется, здесь даже было бы правомерно немножечко перефразировать его концепцию. Вот он говорил о том, что люди в естественном состоянии, это борьба всех против всех в контексте ресурсов. В контексте ресурсов правильно было бы сказать, что это борьба всех против всех за максимальное овладевание ресурсами в одном лице. Потом он говорил, что борьба… Но это же не так. Когда мы встречались с дикими племенами, это не так. С индейцами мы встречались, даже с людоедами мы встречались. Они все живут более или менее похожи на коммунистический строй. То есть у них более или менее все общее, там личного имущества, там набедренная повязка, и то едва прикрывают. А так все ресурсы, пожалуйста, что можно себе представить, что он скажет, так, ну пошли все вон, это мой лес. Какой-нибудь папуас такой. Можете сказать? Да его убьют и съедят, и все дела. Да, но просто, во-первых, Гоббс говорил об этом состоянии не столько, как о состоянии объективно наличествующем до какого-то момента, пока он не придумал общественный договор. Это скорее теоретическая конструкция, которая помогает вербализировать его мысль. К тому же она была изначально сформулирована в области мышления о праве, то есть скорее о возможностях, о горизонте действий человека относительно других людей. И, соответственно, государство здесь выступило, как вот этот вот левиафан, который собрал бы из себя как минимум возможность легитимно использовать силу в том контексте, чтобы люди не использовали ее друг против друга. Вот именно вот этот вот параллель права экономики мне здесь пришла в голову. То есть изначально Гоббс и его продолжатели, там Лок и Монте-Скио, говорили же об этом контексте права. И я подумал о том, что в контексте вот экономики, как разумного распределения ресурсов, люди создают государство или некоторую вот эту вот систему. Ведь когда вы говорили о системе, мы говорим об обезличенной системе, то есть о системе множества людей. И я подумал, что люди создают нечто, что больше их самих не только для того, чтобы, так сказать, монополизировать насилие в каком-то органе, который не был бы ими самими, но и для того, чтобы было нечто, что больше их, чтобы могло эффективно распределять ресурсы. И вытекающая из Гоббсовской концепции войны против всех и государства, как монополии на насилии и продолжателю его Лока концепции разделения властей, ее же корень заключается. Лока был эмпириком, это тот самый автор этого изречения табула раса, человек это чистая доска, и он как эмпирик понимал, что опыт вещь довольно ограниченная, и нет такого человека, который смог бы в своем опыте пережить общечеловеческий опыт, поскольку жизнь она конечная. И соответственно, но он при этом полагал опытное знание как наиболее важное знание, наиболее истинное, и поэтому он прекрасно понимал, что отдельный человек мог, может иметь широкий опыт, он может знать, как этим опытом пользоваться, но все равно его опыт, он ограниченный, поэтому он создает концепцию идеи разделения властей, как некоторую рациональную систему, где невозможность заранее иметь весь в себе опыт, как раз таки распределяется по различным системам внутри этого государства, и я думаю, что это создано не только для того, чтобы ограничить власть, чтобы власть друг друга регулировала, но и чтобы ресурсы могли распределяться в достаточной степени равномерно, или хотя бы соразмерно. И вообще в вашем системном подходе и в том, что я говорю относительно око наличествует необходимость наличия какого-то или хотя бы стремления к гармонии, к какому-то гармоничному взаимодействию этих ресурсов и возможностей людей. Я совершенно с вами согласен, и здесь по этой теме мы можем подвести итог, что жадность, борьба за ресурсы всех против всех – это идиотизм, это абсолютная глупость и проявление отсутствия интеллекта, проявление отсутствия стремления к гармоничному сосуществованию и неизбежно приносит вред не только тем, у кого отбирается доступ к ресурсам, но и тем, кто накапливает у себя чрезмерные ресурсы, не используя их на то, чтобы помочь окружающим сосуществовать. Кроме самых крайних ситуаций, каких-то блокад, неурожаев, реально недостатков ресурсов никогда не бывает. То есть, если опорожнить все вот эти закорма, все заначки, всегда на всех всего хватит. За исключением очень редких, ну таких уж совсем ситуаций, когда, опять же, чаще всего вызванных какими-то катастрофами или самими же людьми в процессе войны. Вот. С точки зрения всего мира нам нельзя забывать, что больше половины населения на Земле каждый день думают, как бы им что-нибудь пожрать. А очень значительное количество миллионов людей просто натурально стоит перед опасностью умереть с голодом. И как мы можем называть себя каким-либо разумным и рациональным видом, который решением этой проблемы принимает игнорирование этой проблемы? Об этом никто уже не говорит. И при том, что мы элементарно могли бы их кормить и накормить, мы выбрасываем огромное количество продуктов, мы перепроизводим огромное количество продуктов, мы даже жертвуем и шлем им деньги, которые разворовываются их людоедами-правителями. Между тем, было бы возможно эту проблему решать и решить, и сделать не социально справедливое государство, а социально справедливый мир, сказав, что в этом мире никто не должен быть голоден, голоден, болен, без помощи и без крыши над головой. 20 лет Америка воевала в Афганистане. В конце концов, Талибан, с которым они воевали, вышел из этой схватки еще сильнее, и они уехали к себе домой. Этих денег, по всей видимости, совместно с их другими операциями, явно бы хватило, чтобы накормить всех навсегда, во всяком случае, в этот период. То есть, то, как расходуются средства на сегодняшний момент, это признак суперидиотизма, абсолютно нефункционирующей системы на мировом уровне. И, к сожалению, люди, которые это делают, они относятся к тому, к тем 3% населения Земли, о которых говорят, что у них патологически отсутствует сострадание и совесть. Патологически. Они как раз поднимаются на уровень правителей. Потому что при полной отсутствии совести, сострадания, вы гораздо более успешно продвигаетесь по политической лестнице, чем если у вас есть хоть какие-то зацепки. Это одна из проблем. Вторая из проблем – это сам принцип нашего лидерства. Во всех войнах я всегда воображал, и вместе с Львом Толстым, если бы люди были бы немножко другими видами, они бы не стали воевать. Вот эти лидеры, которые бы бегали и кричали «Все в атаку, туда-сюда!» Люди бы массой своей. Солдаты, офицеры, генералы. Развернулись бы, покрутили вот так вот вокруг виска и пошли бы по домам. Эти гитлеры с Наполеонами бы, если им хочется, дрались бы вдвоем с противниками. А скорее всего, эти хитрые задницы бы ни с кем не дрались. Вот понимаете? И мы знаем такие виды. Вот, допустим, организуйте котов на мировую войну. Да не организуйте вы их. Медведей попробуйте организовать в армию медведей. То есть у нас есть некий генетический изъян. Вчера я читал книгу о домашнивании собак. И у них определили, что у всех собак существует некий генетический изъян по сравнению с волками, что делает их чрезменно привязчивыми, и подобная болезнь есть у людей. Я не помню, как она называется, что тоже у них патологическая привязчивость. Вот это вот инфантилизм, то, что собаки... Производят впечатление слегка двинутых животных, да? Они не могут по-нормальному существовать. То есть ты к ним приходишь, они начинают прыгать на тебя, лизать тысячу раз, всю жизнь говоришь, не делай этого, мне это не надо, неприятно. Этим хвостом махать, значит, вот это вот... У них вот это возбуждение жуткое. Это объясняется вот такой вот генетической штукой. И мне кажется, что и у людей, у большого числа людей, есть вот это генетическое какое-то повреждение, которое, с одной стороны, позволяет нам строить мощные цивилизации, но, с другой стороны, позволяет нам сотворять невероятные преступления, невероятные глупости и прочие вещи. Вот. Собственно, вот это я бы хотел сказать. Что касается продолжения рода. Опять же, ну да, природа в нас это вложила. Да, нам хочется трахаться. Да, нам хочется трахать практически любую женщину. Да, в принципе, нам бы хотелось, чтобы на этой земле осталось, как у Чингисхана, потомков по 2 миллиона. Ну, это, в общем, да, хочется. Хочется оставить след. А поскольку нам не дают всех перетрахать, то мы пишем, сублимируем, пишем романы, занимаемся философией. А в южных странах на разных островах, на разных островах, там с этим более свободно, поэтому они не философствуют почти, и книжек не пишут, а просто живут своей нормальной жизнью. Так вот, что касается продолжения рода. Так же, как и с ресурсами, мы ведь мыслящие, интеллигентные существа. Я, честно говоря, не вижу большой разницы вырастить своих детей или чужих детей. У меня был приемный ребенок, сейчас уже ей больше 30 лет. Я бы не сказал, что я испытывал какие-то особые чувства к своим детям больше, чем к приемному ребенку. Может быть, я, так сказать, странный или так или иначе, но вот это вот именно желание, чтобы наш сперматозоид оплодотворил именно чью-то яйцеклетку, и потом появился вот это вот чущество, похожее на нас. Я не знаю, насколько это действительно стоит того, чтобы столько ломать копьев. А вы как думаете? Во-первых, я хочу сказать, что я не думаю, что вы какой-то странный, поскольку я сам приемный ребенок и вырос в семье приемных родителей своих. И я об этом узнал достаточно поздно, и, как мне кажется, 14 лет, о том, что мои родители не являются мне родными. И у меня был шок, но ничего не изменилось. Ну, то есть, был такой же шок, как от новости, но не от какой-то якобы смены положения дел. Дела не изменились, отношение никакое не изменилось, ни в одну, ни в обе стороны. И действительно, сам факт... Да, и сугубо биологическое продолжение рода и факт того, что сам процесс воспитания не необходимо применять только к тому объекту, который является с тобой генетически более идентичным. Ну, вообще, с философских, так сказать, позиций, опять же, это проблема природы и культуры. Культуры как воспитание. Ведь в природе у нас, например, наследственность, в культуре у нас преемственность. И даже если мы воспитываем человека, его растим, то даже если он от нас что-то не наследует, он определенным образом занимается преемствованием того, что не содержится внутри биологии. Ну, и здесь, конечно, касательно разговора о половом лечении, здесь, конечно же, есть еще и фактор удовольствия, который пытается разграничить половой акт как средство продолжения рода и средство получения удовольствия. И еще один момент, существует два таких понятия, филогенез и онтогенез. Онтогенез – это индивидуальное развитие, в то время как филогенез – это развитие чего-то общего. Один из ученых XIX века, Геккель, по-моему, была его фамилия, он эту концепцию рассказал о людях. Она, конечно, не все применима, но есть определенные закономерности касательно того, что единичный плод каждый раз развивается так же, как развивался человек как род. Ну, естественно, это в контексте эволюционном, но тем не менее мы говорим все-таки об ученых. И действительно, как человек появился из клетки, как род, так и каждый конкретный человек появляется из клетки, он как бы выходит из вод, он проходит стадии развития те же самые, что и проходил человек в своем становлении. То есть он так же выпрямлялся, он выходил из воды, у него так же в таком же гармоничном соответствии образовывались некоторые органы. Ну, не в сто процентах, но все-таки есть определенная корреляция. И это что касается... Биологи подтвердят, что это чисто внешнее впечатление. То есть эти жаберные дуги, которые у плода появляются, они не имеют отношения к жабрам. Да, да. То есть да, но, конечно, чисто поверхностно. Это внешнее сходство. Да, то есть, конечно, да, это не полная параллель, и эта концепция Гекеля сейчас, она не применяется серьезно. Но, тем не менее, есть просто вот какое-то, да, вот даже внешнее усмотрение. Но это что касается природы. Смотря на то, что непонятно, почему бы не мог формироваться человек сразу человеком. Какая им разница во внутреннем развитии, хотя бы сразу, почему бы, как мы на 3D-принтере печатаем, почему бы нельзя было делать что-то вроде этого. То есть зачем нужна такая эволюция внутриутробная? Это тоже большой вопрос. И мы это говорим все в сугубо природном, материальном, естественно, научном контексте. Но я изначально сказал, что вот в продолжении рода есть вот и в разговоре о наследственности и преимуществе есть также вот некоторые культурные, какой-то идеальный аспекты. Вот что это за аспект? В том, что филогенез и онтогенез повторяют друг друга не только в материальном, но и в идеальном аспекте. Вот о чем здесь идет речь? Мы знаем, что ребенок в процессе своего взросления он пытается освоить, так скажем, пространственные отношения себя и своего тела и окружающего мира. То есть вот ребенок, и я в том числе помню, и вы наверняка это делали, мы все стремились построить шалаш где-нибудь. Мы видели там три дерева, которые как-то удачно с друг другом стоят, и ты сразу пытаешься как-то из каких-то, ну, действительно, гносиологичных соображений, будто бы этот шалаш как-то обустроить и сделать из него некоторое импровизированное жилище. И человек как единица культурная, а не биологическая. Мы также начинали с того, что мы все пытались освоить жилище. Мы также в детстве сначала можем попробовать какой-то нашедший камень к чему-то применить. И в конце концов мы повторяем историю развития себя не только как биологического вида, но и как культурного вида, как человека, который даже в современной культуре вот этой цифровой игры, глобализационной, все равно пока мы растем, мы проходим вот эти вот стадии не в полном соответствии. Это не строго я говорю, но я говорю о том, что мы так или иначе натыкаемся на определенное соответствие. Мы проходим те же стадии освоения окружающей действительности, что и проходил наш род. И отсюда возникает вот такое вопрошение, нет ли вот в самом этом инстинкте продолжить свой род какой-то метафизического валения повторить все общее в единичном, и единичное в общем. Вот какой-то надличностный процесс, как будто бы здесь еще может движет, если мы даже чуть-чуть выйдем из разговора сугубо и инстинктов. И, кстати говоря, сейчас ведутся, даже не то, что сейчас ведутся, сейчас спор о том, есть ли у человека инстинкты в принципе актуален и бродит как и в умах людей не науки, но просто участвующихся в каких-то обсуждениях, так и людей науки, поскольку у нас есть, у нас определенно есть какие-то инстинкты и предрасположенные в лечении, но также у нас есть и сознание, и культура, и наше воспитание, в ходе которого мы эти инстинкты тоже каким-то образом трансформируем. И, возможно, способы сублимации, например, философию или писательство или что-то еще, если это действительно сублимация, если это сублимация именно полового влечения, они также, вот именно эти способы также являются следствием воспитания и следствием той культуры, в которой проживает человек. И вообще интересно, как, опять же, что-то, что больше нас, общество, государство, культура стараются упорядочить нашу и сексуальную жизнь, и наши методы, способы вот этого вот продолжения. И опять же здесь мы можем вернуться к тому, о чем говорили еще в контексте жадности, о том, что мы будто бы сами создаем эту систему функционирования, продолжения рода и половых отношений, которые выше нас, которые нас бы упорядочили, чтобы не допустить хаос. Да, но я бы сказал, что все эти вещи чрезвычайно мешают, по крайней мере, мне жить. Я не могу сказать за всех людей. Но на протяжении своей жизни, если бы я не страдал от жадности борьбы за ресурсы, от инстинкта продолжения рода, назойливого полового влечения, родительского инстинкта и чрезмерной самопожертвованности, моя жизнь была бы гораздо спокойнее. И если вообще в этой жизни можно более или менее существовать, не сильно страдая, то все эти вещи доставляли мне огромные страдания. Огромные страдания. И продолжаю доставлять. Честно говоря, как бы вот эти наклонности, а мне не хватит, а мне не будет, а где взять деньги, ах, какая девушка, а я уже старый, ах, как я бы ее хотел того туда-сюда, а вот мои дети меня знать не хотят, а я бы хотел передать свое вот то, что вы говорите, культурно-философское наследие, а дай-ка я тут познакомлюсь с Никитой Лункиным, буду ему вешать лапшу на уши, он будет меня слушать, я буду сублимировать, у меня сын примерно его возраста, а вот родительские тогда мои инстинкты, и буду я ему там финансово помогать немного, это тоже некоторая жертвенность, потому что в принципе нафиг мне все это не надо, зачем мне это все надо было бы, если бы мне это было бы не надо. То есть в моих мотивах можно проследить вот это вот безумное брожение этих всех, всех четырех вещей, которые мы сегодня обсуждаем, я бы не сказал, что оно гармонично и разумно, или рационально, или, то есть это какая-то метущаяся душа, которая приближается уже к концу своего земного существования, так или иначе, причем она приближается к нему все время, и в 20 лет, и в 30, и в 40, и в 50, если мне придется прожить еще, оно будет все время чувствовать себя приближающимся к концу существования, и каждый день, как последний, будет пытаться выкрикнуть последнее слово, услышьте меня, и вот у меня 130 книг, и там эти 30 видео по часу за две недели, вот, то есть это какой-то безумный психоз человека проявить себя, оставить в мире каким-то образом метущаяся душа, метущийся ум, метущееся существо, вот, и я думаю, что такие тенденции более, может быть, менее осознанные и более скрытые, они встречаются во многих существах, человеческой природы, так или иначе проявляясь. И, в принципе, это все чрезвычайно неразумно, это все бренно, и это все глупо, и когда я говорю о критике нашей психики, то, что наша психика метится именно вот вокруг этих четырех, я бы сказал, состояний, когда мне нужны срочно ресурсы, да, я заработаю денег, и потом встречается кто-то, ой, да, я ему помогу, спущу все деньги, или, ой, я хочу вовлечься в половое влечение, нарожать детей, ой, дети знать меня не хотят, да, я сублимирую, найду себе учеников, вот этот родительский инстинкт, передать будущему поколению, все это вот, какая-то вот волна глубокого идиотизма, что и является человеческой жизнью. Не могу сказать про других, могу сказать, что это вполне аккуратно описывает мою жизнь, и мне она не нравится, я не вижу в ней никакого смысла, единственный недостаток этого мира, что в нем присутствую я, то есть всю негармоничность, которую я наблюдаю в этом мире, можно объяснить за счет именно моего в нем присутствия, если бы меня не было, то и дисгармонии бы не было, с моей точки зрения, потому что у меня и точки зрения то не было бы, вот, вот, собственно, вот такая вот критика нашей психики на примере моей психики. А что вы можете сказать о вас? Я чуть-чуть еще скажу о вас, просто у меня эта мысль тоже прям собственно пришла, я хочу ее выразить. Вы, когда мы говорили о жадности и борьбе за ресурсы еще в начале, сказали, что вы пытаетесь исходить из того, что если от общества к вам поступает какой-то запрос, то для вас это вот как вызов установить собственным актом гармонию, который и этим актом тем самым повлиять, благоприятно повлиять на некоторое целое. Ведь вы тем самым запускаете, вы осознаете, что вы тем самым запускаете определенную цепочку процессов, которая, ну, в целом является благом и ценностью. Я достаточно мудр понимать, что мои намерения будут превратно поняты, все благо, которое совершаю, будет употреблено во вред, добро вернется ко мне в виде ненависти, неприязни, презрения и пренебрежения, все мои усилия тщетны, и никакой гармонии я не добавлю, а наоборот своим шевуршением и своей деятельностью добавлю только еще больше хаоса и зла в этот мир. Это, да, это ожидание, но есть определенный идеал, которым вы все-таки руководствуетесь, ведь вы же вряд ли так поступаете, ну, если бы это было источником, это же не источник возникновения этого поступка, это возможное ожидание, но когда, в момент, когда вы так поступаете, вы же этим не руководствуетесь, вы руководствуетесь как раз возможностью хотя бы немножечко эту гармонию внести или хотя бы сделать некоторое благо, даже если оно вернется нечетом обратным или не вернется вообще, это уже, согласен, это уже вообще вторая, третья, пятая проблема, это уже... Я предложил к выводу, что этот мир неисправим, с этим миром невозможно договориться, с этим миром невозможно платформно взаимодействовать, и что бы ты ни создал, все будет уничтожено, поруганно, разрушено и искажено, а все, что мы считаем, так сказать, ориентирами, авторитетами, они возникли искусственно, когда мы оперируем разными философами, они чуть ли не случайно вытащены из огромного спектра других философов, которые совершенно несправедливо забыты, по каким-то соображениям. Я уверяю вас, что Кант был не один, я думаю, что были сотни Кантов, и, возможно, их философии, их классификации и чистого, и практического разума были более удачными, а просто им не дали высказаться, они просто были безграмотны и сидели на горшке и делали все эти категории и прочие выводы. То есть мир у нас достаточно хаотично, случайно построен на ложных авторитетах, и глубочайшее разочарование этим миром и моим участием в нем проистекает вот именно из этого опыта. Что вы еще хотели сказать? Ну, вы у меня еще спросили. А как вы себя ощущаете? Вот как вы себя ощущаете с точки зрения борьбы за ресурсы, инстинкта продолжения рода, полового влечения? Как вы бы хотели иметь детей, не хотели бы родительский инстинкт, как бы вы их опекали? Насколько вы подвержены стремлению самопожертвования? Это не столько, сколько я хочу вмешаться в вашу личную жизнь и заставить выставить себя на показ, как это делаю я. В принципе, я совершенно дистанцирую себя от себя. Я вижу себя как наиболее доступное мне для опыта человеческое существо, с интересом сам за собой наблюдаю и делаю какие-то выводы, базируясь на этих наблюдениях и призываю вас сделать то же самое. Я здесь вижу в вашем вопросе, отвечая на ваш вопрос, я здесь вижу вечную необходимость на протяжении всей жизни устанавливать самого для себя некоторые законы, при этом осознавая, что этот установленный закон самого для себя необходимо должен измениться и при этом зная этот, тебе все равно приходится его устанавливать. Вот о чем я здесь говорю. Понятное дело, ну, в целом мысль довольно проста, это некоторый срединный путь. Понятное дело, что растращив себя только на продолжение рода и делая только это, я вряд ли буду ощущать свою жизнь как-то более полно, чем ощущаю возможно сейчас. Это учитывая все возможные спичи про равноценность различных действий различных линий жизни в чем-то более высшем. Но так или иначе я встаю перед тем, что вот даже возможность оснащать себя одним ресурсом это все время необходимость истрачивать некоторый другой ресурс. И мы все время находимся в ситуации, когда нам нужно для себя определить, какой ресурс нам нужно потратить, чтобы другой ресурс приобрести. И наоборот, какой ресурс нам нужно приобрести, чтобы его потратить. И, честно говоря, для меня это совокупность множества актов, с которыми я пытаюсь разобраться по мере их пришествия. Декарта как-то говорил, он был часть своей жизни он отдал военному ремеслу, но поскольку он был философом, он все время как-то противился такому понятию, как дисциплина, как какое-то поведение военного человека, которое тебе должно помочь в бою. Он всегда говорил, что вот начнется бой, я выйду, достану кинжал или что-то еще, любое оружие, и вот тогда я себя задействую как воин, а пока не происходит боя, я готов и буду вести себя как хочу. И я в целом с ним солидарен, для меня важно главное уловить тот момент, когда мне нужно принять вот это волевое свободное решение о том, как до следующего такого момента, в какой гармонии я буду тратить какой-то ресурс и получать другой, и какой именно ресурс и ради какого-то другого. И вот на данный момент я бы думаю, что сформулировал это так, как серия актов, где я буду являть себя или где я думаю, что буду являть себя как свободный человек, который устанавливает сам для себя законы и стремлению учесть в этом как можно больше всего. Насчет того, что вы так гармонично рассказываете о том, что за что-то обязательно надо заплатить чем-то, я отвечу, что из моего опыта у меня уже так называемая выученная беспомощность. Совершенно неважно какие я усилия предпринимаю, все блага, которые я получаю, с этими усилиями практически не связаны. То есть то, на что я трачу больше всего сил, не дает никакого материального результата, чаще всего. А материальный результат возникает вне зависимости практически вследствие истечения каких-то фантастических обстоятельств, совпадений и прочих вещей. Если, скажем, сравнить, на какие деньги я живу последний год, то живу я хорошо, но их источник настолько маловообразимый во всех отношениях. Вот. С другой стороны, усилия, которые я прикладываю в бизнесе и, по всей видимости, должны давать результаты, результатов не дают. И это уже не первый год это происходит. То есть, я не вижу этого зависимости. Возможно, если человек пашет определенное количество часов за определенную плату, это тоже, кстати, не имеет значения. Ведь вопрос не сколько вы получите, а вопрос, как все это будет распределено. Если вы получите кучу денег, но при этом у вас случатся определенные события, потребующие еще больше денег, то ну и что? Считайте, что ваши усилия практически были мало полезны. Вот. Поэтому вот то, что за что-то обязательно надо платить чем-то, мне трудно с этим согласиться. И вообще в природе очень много вещей даются не по этому принципу. Не по этому принципу это дается. И несмотря на то, что многие говорят, что надо работать, и постепенно все это самое, то, как я наблюдаю за людьми, что с ними происходит, а понаблюдал я за очень многими людьми, будучи священником, я слышал огромное количество историй, то есть да, работают, обижают всех, накапливают, потом лоханутся, какой-то там малознакомой женщине дадут инвестицию на какую-то недвижимость, она пропадет, 200 тысяч долларов, они с голой задницей 80 лет сидят, а с детьми все перессорились, потому что ничего им не оставили. То есть вот эти истории постоянные, когда зависимость от какого-то разумного ведения дел, и потом совершенно неразумные результаты, это при зависящих обстоятельствах. Вот независящие, вон, пожалуйста, вам пандемия. Сколько бизнесов, которые строились десятилетиями, сколько надежд, сколько состояний, сколько всего, просто превратилось в пыль, в прах. И тут даже смешно винить самого человека, что один человек может сделать против этой стихии. А войны, которые мы все переживали и так далее. Поэтому я бы не смог сказать, что за каждый ресурс нам надо заплатить ресурсам. Очень многие вещи нам не даются, хоть мы их заслужили, и очень многие вещи даются нам без всякой связи с нашими заслугами. Соглашусь с вами. Я бы тут такую компромиссную фразу произнес. Вот есть плата за все, но нет явных тарифов. то есть конечно говоря это я во-первых я говорю о таком поступке не только в момент когда, но как если бы вот поступаю как если бы эти ресурсы действительно бы распределялись соразмерно твоим усилием вложенным. Я поступаю как если бы понимаю, что в действительности я не знаю действительно вот с чем мне что-то вернется, с какой стороны мне это вернется, и вернется ли вообще. Но при этом я понимаю, что нужно совершить именно этот поступок не какой-то иной и даже я конечно не могу быть уверенным и нету никакого гаранта что мне это вернется тем, что я ожидаю. Но это мне чем-то вернется и чем бы мне это не вернулось мне придется нести за это ответственность и принять это таким как оно есть. Принять это как факт, как данность. я понимаю, что когда мне придется принимать это как факт, благо это или нет, я будто бы стану немножечко что-ли сильнее или может быть выученнее как-то как-то что это мне даст какую-то личностную ценность какой-то топливо для для построения отношений с окружающим меня миром в построении неконфликтных отношений хотя этот конфликт я осознаю он будет всегда насчет ресурсов еще раз пока у человечества есть деньги мы должны считать человечество идиотами деньги это некая помощь договариваться между собой довольно грубая довольно несовершенная то есть в принципе люди прекрасно могут справляться без денег то есть вот при том подходе о котором я говорил когда мы к каждому относимся с такой заботой и вниманием ну пример наших отношений скажем вот Никита сегодня кушал а он не кушал дай ему пиццу закажу а вы а вот сегодня Борис записывал передачу нет дай ему передачу запишу причем не ждать чтобы Никита попросил поесть а Борис попросил передачу а думать так как будто это часть меня как будто это я сам вот и при таких отношениях естественно никаких денег не нужно и и такие отношения теоретически они в принципе могут строиться они должны строиться внутри семьи например мы ожидаем это да что жена не будет предоставлять нам счет за секс и за борщ правда вот хотя это все становится моднее и моднее и и этот калькулятор в голове уже у многих работает чуть ли не на совершенно легитимном уровне и это вот эта склонность все переводить в расчет с точной стоимостью заменяя его вот этими разумными отношениями когда каждая часть системы думает за за всю систему вы скажете я утопист а я скажу а вы все утописты утопли в этих деньгах и и очень гордитесь придумали вот эту ерунду между собой и значит и вот радости полные штаны в принципе это показывает неспособность человеческой цивилизации функционировать как гармоничной цивилизации вот ну вы меня конечно сразу в коммунизме обвините и что все это пробовали все это не работает и так далее и так далее да но это проблема уже не самого человека это проблема самого мира его устройства и наших ограничений и недостатков вот и в том числе и нашей психики в принципе вот когда человек еще не встретился с какой-то ситуацией он белый чистый лист и в принципе он может отреагировать как угодно вот допустим ему приходят и говорят дай пожалуйста он может сказать на пожалуйста он может сказать да иди ты он может сказать еще что-нибудь или дай мне денег вот и то как мы реагируем это проявление очень многих вещей кстати предсказать наши реакции иногда довольно сложно то есть он может 10 раз сделать так а на 11 сделать совершенно не так вот именно из-за этой непредсказуемости наших реакций и наших как бы ролевых масок которые мы играем то мы жадный бизнесмен то мы добрый благотворитель то мы похотливый дон жан то мы рачительный родитель то мы значит понимаете мы все время одеваем разные разные маски в той или иной степени вот ну собственно это все что я хотел сказать по этому вопросу система очень глупая система очень неэффективная все этих четырех пунктов они приводят глубочайшим разочарованием все и накопление борьба за ресурсы и вот этот инстинкт продолжения рода без которого человек начинает чахнуть вот буквально на биологическом уровне жуткие мучения с ним происходят потому что он не получает этих чертовых гормонов которые ему необходимы чтобы у него тело функционировало более или менее и родительские разочарования когда ты рождаешь ребенка ожидаешь от него что это будет наиболее твой близкий союзник и помощник а он оказывается чужим и абсолютно дистанцирует себя от вас и это заложено в нем эти все эгиповые комплексы эти все идеи как у волков то что волчица прогоняет волчонка чтобы он шел самостоятельно вот и это вот навязывание родительской воли пока пол жизни нам навязывают волю наши родители потом пол жизни мы навязываем свою волю нашим детям и самопожертвование взаимопомощи оно тоже приносит много хлопот ну во первых это расточительство с точки зрения ресурсов во вторых это тяжелая ношу если вы в каждом встретившемся видите того за кого вы отвечаете перед собой своей совестью или хотите перед богом кого вы выберете для объяснения и опять же мы знаем что там тоже идет процесс выработки определенных гормонов которые тоже нам необходимы чтобы было здоровое тело окситоцин и прочие гормоны и психика чтобы была здоровая иначе мы будем чувствовать себя никому не нужными потерянными мы это уже обсуждали то есть обычно на это реагируют очень негативно все кто этим не занимаются то есть если кто видит это видит с завистью с ненавистью пытается тебе поставить подножку пытается настроить тех кому ты помогаешь против тебя пытается найти какие-то подводные камни какие-то внутренние резоны то есть получается конечно лучше всего сидеть жить никого не трогать помалкивать и вовремя чтобы тебя положили в гроб и все вот но к сожалению вот эти вот четыре направления нашей деятельности в жизни так или иначе приносят нам очень много неудобств при том что в нормальной разумной элементарно разумной построенной системе они не должны приносить никаких неудобств а должны восприниматься совершенно естественно гармонично перетекая одно в другое и способствующие гармоничному существованию нас в этом мире я хочу вас поблагодарить это была очень важная для меня беседа и до новых встреч спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok